С инициативой провести всенародно любимый весенний праздник именно в своем дворе, в благотворительный фонд Красноштанова обратились жители 8-го микрорайона. Предложение сразу же было поддержано, ведь устраивать такие мероприятия для соседей – добрая традиция фонда. Уже 8 лет подряд их проводили для жителей Иркутска. Теперь этой возможностью будут пользоваться и ангарчане. Нет ничего лучше, чем счастливые, радостные лица наших детей. Вот работники нашего фонда постарались, видите, какой сегодня хороший, достойный праздник. Вот только сейчас я разговаривал с нашими родителями, пообещал им устраивать такие праздники почаще. Мы договорились, чтобы проводить спортивные турниры среди наших молодых команд по баскетболу и футболу. Веселые скоморохи сразу же вовлетли всех пришедших на праздник в быстрые хороводы. За руки взялись все – от мала до велика. В перетягивании каната равных не было девчонкам. Они несколько раз опрокидывали в снег команду мальчишек. А вот в конкурсе со снежками победила дружба. Затем, помериться силами, пригласили мужчин. Тяжелую гирю, приготовленную организаторами, смог отжать от плеча только один участник. Однако положительных эмоций, призов и подарков хватило всем, без исключения. Светлана с дочкой приехали в наш город из Донецка. Говорят, приятно удивились, попав на такой вот дворовой праздник. Очень замечательно вообще, нам очень, дочка, понравились. Да, очень интересно. Представления интересные такие. И конкурсы такие. И конкурсы вообще. Скоморохи всех забивают. Завели вообще весь народ, все эти самые. Все уже повыходили со дворов и так далее. Очень весело, очень замечательно. Ну а по окончании праздника традиционное поедание блинов с горячим чаем. От разнообразия вкуснейших начинок захватывало дух. Угощали всех желающих. И, конечно, сожжение чучела масленицы, с пеплом которой улетели в воздух все проблемы и невзгоды уходящей зимы. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов. Местное время. Субтитры создавал DimaTorzok